Всем привет, с вами Влад. В этом видео я расскажу о самой дорогой привилегии на сервере Mindbars, которая стоит 14 тысяч рублей. Стоит ли её покупать за такие большие деньги или лучше вообще не покупать? Обо всех её возможностях, плюсах и минусах расскажу в этом ролике. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем приятного просмотра. И не забудь вступить в мой сервер Discord по ссылке в описании. Вообще, Рич я покупал ещё где-то около года назад. Если не говорить о командах, то после покупки Рича вы можете получить футболку Elite Club прямо в руки бесплатно. Кроме того, если вы захотели стать хелпером этого сервера, то она будет стоить не 4 тысячи рублей, а 2 с половиной. Также к вам телепортнётся какой-то игрок под ником Mbars, попросит не двигаться и через какое-то время вы увидите себя в группе ВКонтакте сервера. В процессе этого видео я ещё сделаю обзор на консоль сервера Mindbars, так что не выходите из этого ролика, будет интересно. Ну что ж, вот мы перешли из основной части к командам. Какие команды выдаются Ричам? Ведь нигде об этом не указано, даже в самом донате, когда я его прописываю. Нигде об этом не написано, просто Барс и всё, дальше ничего нету. Хорошо, я отвечу вам на этот вопрос. Первая команда, которая доступна у Рича, это иммунитет. Иммунион, именно так выглядит эта команда. Когда мы прописываем ТП в ладон 3001, именно такой сейчас у меня никнейм. У этого игрока иммунитет к этой команде. То же самое, если пропишу, например, ГМ1 и мой же никнейм, я не смогу выдать себе ГМ1 или ГМ0. Следующая возможность у Ричей, это сетать до 5000 блоков. То есть ограничение 5000 блоков, я думаю тут всё понятно. Мы должны быть в Овнерах. Вот, мы уже есть в Овнерах, Владиславич. Сетаем землю. Вы выделили 15000 блоков, но для вас доступно только 5000. Есть привилегия Бестер, она чуть-чуть ниже Рича, у неё доступна команда СуперДжейл. А нам доступна команда МаксДжейл, который садит на 30 минут вместо 15. Если мы попробуем сейчас посадить в тюрьму Рича, он просто не посадится. Давайте мы сейчас это протестируем. Ко мне телепортнулся вот такой вот крутой донатер. Перед моими глазами выключил команду Иммуни. По идее, у него сейчас есть иммунитет. И если он действительно работает, то он сейчас не отправится в тюрьму. Этого игрока нельзя посадить в тюрьму. Действительно, иммунитет работает. Вот этот алмаз, это самый обычный алмаз. Он ничего не делает, но как только мы прописываем команду АцептРГ, но обязательно, чтобы вначале были две палки, нам выдаётся вот такой вот интересный алмаз, благодаря которому мы кликаем правой кнопкой мыши по региону. И через 2 секунды нас записывают в этот приват. Об этом говорит вот это зелёное сообщение. В этом регионе я добавился в мемберы. Хотя меня тут изначально не было. Теперь у нас есть команда Протект. Что она делает? Например, заприватим этот регион. Да, здесь вроде как никакого региона нет. Нет, здесь регион есть. Окей, хорошо. Тест 1-1 вот так вот, например, да? Мы прописываем Протект и наше название региона. И нам пишет о том, что вы успешно защитили регион от донатеров. То есть никто не сможет сломать ваш регион. Ещё одна команда, которую я вам чуть-чуть забыл показать, это Дис. Она меня больше всего удивила. И блин, как я мог вам её забыть показать? Это превращение в мобов. Это дополнение команды мобс. Но тут, конечно, прям слишком много мобов. Можно превращаться с Бестра, с Рича. И больше всего, знаете, что меня удивило? Вагонетка с сундуком. Ну просто прикиньте, вот рядом с вами находится вагонетка с сундуком. Ваши действия. Можно превращаться, например, в это яйцо. Или даже в Кристалл Энда. Кроме того, здесь ещё куча всего. Вы просто посмотрите, сколько здесь всего. Плевок ламы. В общем, команда очень даже прикольная. Ну что ж, пора вам показать одну из самых главных здесь особенностей на сервере. Это его консоль. Вообще, она выдаётся не только с Ричей, но и с Бестеров. На моём рабочем столе вы увидите вот такую вот небольшую иконку. Mindbars консоль. На самом деле, это просто сайт. Я его сдублировал на рабочий стол, чтобы оно открывалось в отдельном приложении. Когда мы открываем это приложение, мы видим вот такую вот панель входа. Здесь есть только одна кнопка, которая позволяет войти в консоль. Это войти через ВКонтакте. К сожалению, тут чуть-чуть накосячили, но это ничего не меняет. Нажимаем на вот эту кнопочку, и мы попадаем в это меню. Вообще, прямо сейчас у вас тут много чего замазано, потому что мне нельзя показывать вот это правое меню и вот эту нижнюю. Всё, что можно показывать, это вот эту строчку. То, что сейчас снизу моего курсора, это история. Всем тем, кто умеет пользоваться этой консолью, может просмотреть историю того, кто что прописывал. Это сделано для безопасности. Поверьте, это мне даже помогает. Я могу определить, кто меня забанил от имени консоли. Тут приведены самые основные команды, и как видите, их тут немалое количество. Тут также входит команда Pax, то есть выдать донат игроку. Итак, для своего же удобства я открыл консоль вот в небольшой маленькой рамочке. Давайте, например, сейчас выдадим себе режим выживания. У меня прямо сейчас креатив. Я нажимаю отправить. Приходит сообщение от консоли о том, что успешно установлен режим игры выживания. Действительно, у меня появились сердечки, всё действительно работает. Выдавать донат, к сожалению, я не буду на это видео, потому что тут есть определённые ограничения. Естественно, мы не можем раздавать донаты каждую секунду. Каждому хостингу нужна оплата, чтобы он жил. Поэтому тут произвели некоторые ограничения, но это нормально, поверьте. Давайте мы кикнем себя по причине тест. Нас кикнула консоль по причине тест. Всё действительно работает. Слушай, а вот у тебя есть речь. Что ты скажешь про эту привилегию? Ну смотри, во-первых, меня зовут Саша, более известный как LXL. Я купил реча около пары недель назад. За это время я успел достаточно много на нём наиграть. И скажу, что объективно за 14 тысяч рублей смысла покупать реча нет. Но если у человека есть желание побыть, мягко говоря, самым главным на сервере, чтобы все вокруг понимали, сколько ты за него заплатил, и иметь полный доступ ко всем командам, которые предоставлены донатерам, то в принципе думаю, что купить реча стоит. И передаю привет маме. Люблю вилку 7. Она, кстати говоря, уснула походу. Ну и следующая, последняя команда, которая доступна у речей, это команда рич. Всё очень просто. Эта команда вызывает небольшую панель, в которой есть эффекты. Через одну секунду вы увидите, как она работает. А сейчас я вам ставлю отрывок из проверки доната на сервере MainBars, где я проверял как раз именно эту команду. Если вам интересно, как работают другие донаты, то ссылка на это видео будет в описании. Рич как и быстро, так и рич у нас есть специальная команда. Тут есть гаджеты и новые эффекты. Игры и веселье. Давайте посмотрим их. Каждую из них магический шар девятка. Первое, что у меня в руках, видите, это магический шар девятка. Давайте её поставим и... Чё-то ничего не появилось. Рыба говорит, рыбак рыба видит издалека. Чего? Следующие игры и веселье. Печенье с предсказанием. Я просто нажимаю на неё. Ммм, вкусная печенька. И у меня экран начинает просто по все стороны мазаться. Тетербол. В поле тетербола бей курицу. Давайте посмотрим. Пробуем эту штуку. И можно бить курицу получается. Да. И типа это весело. Следующее, что тут есть, это трамплин. Даже прикольная штука, кстати, мне она понравилась. Вот, смотрите. Хоп. Прыгаешь и сразу в воду. Следующее, что может эта штука, это батут. Я могу поставить сюда батут и просто по нему прыгать. Подарить цветочек. Я могу взять, подойти к ней. Хоп. Дать. Вы дарите цветок девочке. Песочный замок. Слепить замок прямо на пляже. Кстати, это тоже прикольно на самом деле. Я могу сделать вот так вот. То есть я могу взять и вот так вот на вас смотреть отсюда. Это тоже прикольно. Барбекю. Я могу вот так вот сделать и поставить барбекю Вот она, такая штука Пляжный гаджет, отдохните под золотом на пляже Вот, я отдыхаю Только вот, правда, слезть я с этого не могу никак Следующее, что может речь, это стойка с мороженым То есть, я нажимаю вот сюда И получается вот эта штука Поиграть с игроком в крестике нолики Вы пригласили Славкуса поиграть в крестике нолики Открывается вот такая вот панелька И ходить здесь, я нажал крестик Минус в том, что тут описано крестик А можно было бы, наверное, блок какой-нибудь поставить Там красный, тут белый, не знаю, где они будут А тут нолик, как я могу определять, конечно, не самый удобный способ здесь Первый вклад заканчивается, переходим к мобам Могу поставить пиги, банк, гэджет Так, поставилась голова Да, тут видите баг, поставили звездочки И эта штука перестала работать А, следующее, катапульта Давайте поставим, и вот, из меня, короче, выходят коты Следующий из мобов, летающая свинья Давайте ее поставим И вот я на ней летаю, и прикольно А, крипера сторона, впусти крипера Вроде бы это тоже не работает, да, вот, крипер Вот видите, и взрывная овечка Очень крутая штука, кстати, вот, тут показано время И она взрывается, тоже прикольно Летущие мыши я могу взять И просто вот слава Он у меня оттолкнулся И последнее пугало Просто стоит пугало Следующая вкладка, это передвижение Ковбой Давайте его поставим И я сижу на окошке И не могу ей управлять, к сожалению А, не-не-не-не-не Я сажусь на нее То есть я сажусь на человека То есть я на рандомного игрока Но я не знаю, как сделать так, чтобы я именно на славку Телепорт Я могу телепортнуться в эту точку Мне кажется, эта штука полезна для того, чтобы делать, не знаю, побеги Там, знаете, вы снимаете побег Вот так, хоп Вот, сатана Подо мной спавнится огонь Прикольно Кисточка Что она может? И подо мной спавнятся блоки Вроде бы подобное есть и в эффектах Так, следующее, что тут есть в передвижении Это парашют Давайте попробуем его И вот я прыгнул вверх Подземляюсь с помощью крючек Вот эта стойка, кстати, должна быть невидимой, если чё Следующее, что тут есть, это телепортатор Оно почему-то не работает Я не знаю, почему оно не работает, но ладно Возможно, вот этот блок запрещен Ракета пустит тебя прямо на луну Опачки Смотрите, полетели Так, в чате пишется то, что О, полетели Повелитель снега Вокруг вас помещается снежная метель Ну-ка Появляется снег Ну и следующее, что тут есть Это музыка Одна из моих самых любимых Плеер Позволяет вам слушать музыку из Майнкрафта Я могу включить любую Вот, например, тринадцатую, да Радио Позволяет вам слушать музыку современную Я могу выбрать, например, Ghostbusters Кто слушает музыку, тот молодец Ещё одна крутая штука Это диско-шар И вот я её ставлю И мы подпрыгиваем И тут играет такая музыка Следующее, что здесь есть Это диджей-стенд Ещё одна крутая штука Вот я её ставлю Я поставил диджей-стенд И начинается снова какая-то музыка Луки Стреляй прикольными штуками Можно стрелять моп-пушкой Кстати, вот ещё А, базука Чё? Ты чё делаешь? А, пинтбольный маркер Давайте попробуем А, и всё А, я могу окрасить блок, да? О-о-о, окрашиваются блоки Прикольно, прикольно, прикольно Стрела взрывчаткой Так, пробуем О, вот я стрельнул И там появилась бомба Прикольно Появляется арбуза Визуальные эффекты Хорошо, фонтан из печенья Пробуем Так, чё-то появилось А, это из меня Пироманьяк Из меня, короче, огонь, походу Да Я даже в креативе горю Алмазный фонтан А, и у меня открывается раздел с питомцами Немножко столкнувшийся баг, что ли Золотой фонтан Так, это из меня получаются вот такие ресурсы Ковариме, но джутсу или что это такое Не работает Крио-камера Камера для заморозки людей Так, опа Привидение Стать повелителем призраков А вы верите в привидение? Так, ну-ка Интересно А, это летающие мыши, которые с головами Прикольно Цветная вечеринка Говнопушка Так, поехали дальше Ё-моё, что громко Тротиловый фонтан Устроили шоу с динамитом Так, пробуем Так, она стреляет вверх Так, так, так Прикольно, прикольно Но громко И последнее, что есть в первом разделе Это Дракула Выпускает пару летучих мышей И даёт что-то такое-то Так, я стою на месте Я не могу двигаться почему-то Ты так испарился, как ведьма То есть ты такой стоял, такой Бум Включил эффект И ты исчез И мыши разлетелись Следующий раздел Это новые эффекты Есть всплеск воды Из меня вода Короче, давайте бы это спидраним Ещё вот такая вот штука Дриплава партикл Прикольно, прикольно, прикольно Крит партикл Мэджик партиклы Спел партикл Инстант спел партикл Моб спел партикл Вифф спел партикл Виллджер партикл Весёлый житель партикл Товнауру партикл Нот партикл, вот это прикольно, кстати Портал партикл, хорошо Зачарованные партиклы Типа книга, да, всё дела Флейм партикл Кстати, можно включать два эффекта подряд Из эффекции и из обычного эффекта То есть можно включать и дождь И всё остальное сразу Прикольно Редстоун партиклы, хорошо Хёрд партикл Из меня сердечки Файрворк партиклы Вот ещё, только они уже вниз падают Смоук партикл Смайл партикл Самое последнее, что есть в этой команде Наконец-то А теперь моё личное мнение По поводу этой привилегии Я её действительно покупал за свои деньги Но не разом То есть я доплачивал частично Если вы помните Когда я снимал первую часть проверки доната Там была максимальная привилегия Управляющей Я её покупал Потом доплачивал до новых привилегий А именно до Барса Директора Бестера И как раз до Рича Лично я советую платить частично Ведь на сайте работает доплата Вы можете осмотреть каждую привилегию Понять те плюсы, минусы И сделать выводы Я считаю, что не стоит сразу платить 14 тысяч рублей Иначе вы рискуете только пожалеть об этом На этом всё Все ссылки будут в описании Подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр